Значит, мы с вами пока так предварительно занимаемся некоторыми важными вопросами функционального анализа, они в общем обычно входят в стандартные курсы, но обычно я не предполагаю так жестко этого, и поэтому мы тоже рассмотрели. У нас была теорема полководных метрических пространств. Дальше у нас была теорема Хаджа. И третий пункт, это вообще сегодняшний, это некоторые вопросы диаметрии Гильверда Укассанса. Ну, я уж не совсем с нуля, не так, как, скажем, это декларируется в первой книге Бурбаки, когда там сказано, что математика рассматривается с самого начала. Никогда не читали первую книгу Селия Бурбаки, им теории множество, скажем, и первая фраза такая, знаки любой математической теории таковы, а потом сноса. Смысл этой фразы будет раскрываться на протяжении всего того. Ну, все-таки я, конечно, не такой стих, но у всех разные устремления, разные подготовки, что-то надо вспомнить. Поэтому я напомню, все-таки я напоминаю, что линейное пространство, я не буду перечислять все, скажем, 8 аксиом, а, так сказать, на интуитивном уровне все помнят, что это такое множество. Линейное пространство над заданным полем, элементы которого я буду называть числами, хотя это, может быть, и что-то другое, но у нас чаще всего это будут существенные числа. Значит, такие объекты, которые можно складывать между собой, умножать на число, и при этом выполнены все разумные правила их мнения. Вот линейное пространство. А теперь в линейное пространство можно ввести скалярное произведение. Вот я все-таки напомню. Значит, скалярное произведение – это что же такое? Это функция, определенная на паре элементов вот этого пространства, обладающая следующими свойствами. Чаще всего это, ну, пропорядок здесь для меня несущественных свойств, свойств 7х3, свойств линейного. Но поскольку симметрия, то я могу брать линейность по-любому. Она же бескомплексна с числом будет без оттяжения, да? Да, да. Я сказал, что если нам в какой-то момент это понадобится, то я об этом буду говорить. А так, пусть это будет на поле вещественных чисел. И все равно, по какому аргументу в силу симметрии. Ну и, скажем, x, ну или там ганга xy, равняется ганга x. Значит, вот билинейность. И еще, значит, что же? Неулюблен. Значит, xx больше равного нулю. И x при этом x на x равно нулю. Тогда и только тогда. Тогда x ноль. Ну, ноль имеется в виду ноль линейного пространства. Не числовой, конечно, ноль. Ну, раз оно линейное, значит, там есть, в частности, нейтральные элементы в сложении, которые объявляются нулем. Ну, например, это может быть нулевая матрица, если речь идет о матрицах. Вот. Это, значит, свойства скалярного произведения. Практически, если в конечном мерном пространстве, то оно, например, задается с помощью матрицы Грамма. То есть, надо просто задать всевозможные скалярные произведения базисных векторов. Но то в конечном мерном пространстве. То можно это наводить и в бесконечном мерном пространстве с тем же успехом. Теперь простые следствия этих аксилом такие. Ну, во-первых, пространство можно превратить в нормированное, введя понятие нормы x, которые есть корень просто из x уможенной на x. При этом выполняются все свойства нормы. Значит, из написанных свойств вытекает, во-первых, вот такое неравенство, это называется неравенство Хасков-Маняковского. Тут можно это по модулю, а здесь, значит, нормы x и нормы y. Но легко. Я не молодой, и это простое упражнение, значит, как из этих свойств вывести вот такое неравенство. А кроме того, можно вывести, это тоже простое упражнение, такой парт, что x плюс y – нормы суммы, где превосходит свою неравенство. Значит, это уже с версии вытекает. То и то вытекает. Ну, здесь совсем просто. Надо что, например, сделать? Ну, и здесь тоже, конечно, просто. Но здесь что? Надо написать, что такое норма, ну, например, квадрат нормы, да, и написать, что это корень скалярного произведения самого на себя. Потом будет скалярное произведение, и восходится вот этим неравенство. Ну, и окажется, что там некий квадратный превращение всегда не отрицательный. Ну, а это вытекает тоже из всяких свойств. Вообще, про квадратное уравнение, здесь оно очень часто фигурирует, и то есть свойств квадратного уравнения. Ну, это я не буду рассказывать, это простое полезное упражнение. А вот то, что я расскажу сейчас, оно, конечно, тоже уходит в обычные курсы, но некоторые задачи, которые при этом возникают, могут быть заинтересовать тех, кто всё это хорошо знает, что у меня будут сходить. Я как бы обязан учить интересы разные, вот. А вникает из этих свойств ещё так называемая левая параллельмограмма. А левая параллельмограмма такая, ну какая, известно, что сумма квадратных двин всех сторон равна сумме квадратных двин диагонали. Ну и, стало быть, это означает вот, что одна диагональ – это x плюс y, а другая диагональ – это и есть x минус x. И это равняется 2 нормы x квадратных плюс 2 нормы y квадратных. Что я думаю понятно. если это x, если это y, то одна диагональ – это x плюс y, а другая диагональ – это, соответственно, ну зависит от того, куда направить, написать y минус x или x минус y. Ну, доказывается чрезвычайно просто, непосредственно, несмотря на простоту, я всё-таки проведу это рассуждение. Значит, x плюс y в квадратных, значит, умножить на x плюс y. Прибавим x минус y, умножить на x минус y. Ну и просто раскроем скопки, что же здесь будет. x на x – это норма x в квадратных. Теперь ещё будет x на y и y на x. Значит, поскольку симметрия 2x и y плюс y в квадратных. Ну а здесь то же самое. Плюс x по нормам и в квадратных, зато минус. Минус из-за того, что x на минус y, минус y на x. И поэтому минус 2x и y плюс y в квадратных. Ну и сокращается, и получается ответ. А мы такое полезное утверждение. Я вам это предлагаю. Тем самым, тем самым, наше пространство со столярным произведением превращается в нормир. То есть, пространство со столярным произведением нормируется. А можно? Да. Да. А вы умеете доказывать? Я увидел как-то эту теорему, я её почитал. Вы умеете доказывать? Вот это и есть... Но я не наимал, чтобы наимал доказывать. А вот это... А вот сейчас, вот к этому приём. Это и есть задача для тех, кто всё это хорошо знает. А я делаю подсказку, как её решать. Ну, вы, может быть, не наимал, но чтобы её решать, я делал шаг. Итак, вы, как бы, сработали на определение. Значит, ну, я предполагаю, что присутствующие все-таки слышали о всяких других пространствах. Вот, скажем, нормированных. Ну, есть разные примеры нормированных пространств. И возникает такой вопрос. А всегда ли нормированное пространство можно трактовать, как некоторое Гильверд... Ещё пока слов Гильвердова не произносилось. Это просто пространство в скалярном произведении. Здесь больше ничего нет. Линейное пространство и скалярное произведение. Больше ничего пока не предполагается. И в предполагании есть какое-то нормированное пространство. Можно ли так придумывать скалярное произведение, чтобы оно порождалось некоторым нормам? Ну, ответ таков. Если на нервном пространстве для каждой пары вектор выполняется равенство параллокам, то да, действительно можно. И можно придумать скалярное произведение в этом пространстве. И отказка прежде всего состоит в том, что я просто выпишу явную формулу для этого скалярного произведения. А дальше надо будет проверять все свойства. Причём, как-то ни странно, ну не сходу всё-таки проверяются вот эти два свойства. Ну, они выполняются. Но вот и в этом состоит некоторая задача для тех, кто хорошо знает то, что я буду рассказывать потом. А задача состоит в общем. Значит, оказывается, что пусть в нормированном пространстве для каждой пары элементов выполняется один. Значит, это тюрема или утверждение, как хотите. Тогда ему можно ввести скалярное произведение. И я напишу как. Тогда можно ввести скалярное произведение. Ну, догадаться, наверное, не очень просто. Ну, а вот так. Вот. Погадать, что это действительно столярное произведение, ну, что здесь сходу не очевидно, например. Ну, например, не очевидно, что вот если х умножить на лямбду, так можно вынести из-за знак скалярного произведения. Там-то х умножается только на лямбду, а х не умножается. Правда? Так что за это надо побороться. И тем не менее получится. Но только вот не сходу. Понимаете? Это надо проверять. Так же, как и не сходу, вот это только получится. Нет, там как-то... Чего? Да нет, ну, не надо, что-то такое страшное доказать. А страшное? Нет, там страшного ничего нет. Я сказал, некоторые... Ну, хорошо, я делаю еще подсказку все эти... Нет, не надо. Ну, хорошо. Хорошо. Значит, заморочка будет вот весь вот свиней. О том, что это действительно беременная форма, и вот так. Так что, если вы хорошо знаете то, что я буду рассказывать потом, то вот вам предмет для размышления. Это не убойно трудная вещь, но все-таки требующая некоторых усилий. Это не, так сказать... Ну, в одной книжке... Сейчас... Какой же это книжка? Я забыл. Вон, кривые особенности, кажется, что они, или какой-то другой. В одной серии, там, современной лекции по математике, там авторы очень любят всякие истории про Шерлока Холлса. И там есть некоторые теоремы, которые авторы, значит, называют... Это трехтрубочная теорема. В том смысле, что Шерлок Холлс обычно перед сложных... Ну, я имею в виду классического... Не сейчас только в фильмах, а классического командования. Он, значит, там выкуривал трубку. А вот трехтрубочная теорема, ну, по гребу в три трубки выкурить, то есть это очень такая тяжелая теорема. Вот. Это не трехтрубочная, сразу могу сказать. Но все-таки трехтрубочная. Вот это самое равенство параллелактора. Теперь... Дальше будет вот что-то. Ну, вот мне вот... Запомнил он так? Естественное такое средство. Дальше, термин Гильбертного пространства обычно присваивается бесконечно мерным линейным пространством со скалярным произведением, да еще и, вдобавок, полным. Есть термин пред Гильбертного пространства, в том смысле, что можно вести скалярное произведение, но по порождаемой норме оно будет не полным. А вот если его пополнить... А у нас термин о пополнении, это нура. Кадр... Не просто так. Это уже в духе, скорее, Чехов. Если рулье повешено, то оно должно выстрелить. Вот. Если его пополнить, вот тогда оно называется Гильбертного пространства. Значит, это что ж такое? Линейное пространство со скалярным произведением, полное, по норме, порожденное этим произведением. Вот это у нас будет Гильбертного пространства. Ничего, никаких пока предположений о сепарабельности мы не делаем, и о утверждении о том, что в этом пространстве, может быть, есть какая-то базис или нет, ничего не делается. Дело в том, что в бесконечно мирных пространствах, ну, вот Гильбертного, например, там с базисом всё сложнее. Ну, например, даже в таком, скажем, сепарабельном пространстве, в хорошем, где есть... Ну, Амиксея и Заборшина, как известно, лишь два. Там есть базис, и по нему можно раскладывать. Это и есть ряд фургий, фактически. И, тем не менее, там можно найти в контейнерном линеи независимых элементов. Поэтому здесь это не то же самое, что в конечном левом случае. Может быть, контейнерный линейно-независимых элементов, но базис, тем не менее, состоит из счётного множества объектов, которые друг другу перпендикулярны. А вот если ещё есть контейнер друг другу перпендикулярных элементов, ну, тогда вообще говоря, там нет базиса, но он может быть контейнерным перпендикулярным элементом. Это уже не сепарабельные элементы. Но, пока нам это не нужно, это просто, так сказать, я озвучил где и всё, чтобы учитывать равный уровень подготовки. Так что же из этой самой геометрии гибертового процесса нам потребуется? Я хочу разобрать довольно тоже не трёхнулочную теорему Лиса о представлении линейного ограниченного функционала. Дело в том, что она тоже, конечно, выходит в стандартные курсы, но я её всё-таки воспроизведу и доказательства. Дело в том, что у нас в перспективе эта теорема о представлении линейного ограниченного функционала. А вот как представляется би-линейный функционал, общий вид представления би-линейного? Это фактически и будет теорема Лас-Милграмм, который нам будет применяться при решении наших всяких задач. Ну, а здесь некоторые монологи. Так что это тоже мы будем с этим встречаться. А с этой теоремой мы встречаем, когда вот в частности у нас был линейный знак, и там некоторые стационарные задачи, и там всякие такие страсти были у нас, когда даже здесь кипели. Вот, поэтому там всё-таки нигде, нигде ничего. Ну, хорошо. Значит, теперь следующее, мне просто не забыть следующее определение. А, вот, не забыть, да. Определение. Что такое подпространство? Значит, делим подпространство гильвертого пространства. Ну, я озвучил, но не написал, что такое гильвертого пространства, на этот круг, бесконечно мерное пространство стоянного процедения, полное относительно соответствующих ног. А вот подпространство гильвертого пространства, это что такое? Это отмножить. Замкнутые относительно операции, отмножение и умножение на число, и, в отличие от конечномерного случая, ещё и замкнутое множество. То есть оно замкнутое относительно операции и замкнутое относительно предельного перехода. Замкнутое множество. Содержит все свои предельные точки. Вот это дополнительный факт. Теперь, следующее определение такое. Значит, пусть L подпространство обозначен L лепендикуляром множеством векторов. Скажем, H таких, что, значит, каждый H перпендикулярен вектором из И. Значит, это будет называться ортогональное дополнение. Каждый вектор перпендикулярный таких, что, значит, H, ну, H, понятно, V, равно 0, если V и Z. Тогда L перпендикуляром развивается ортогональным наполнением. И мы проверим, что H перпендикуляром тоже подпространство. Ну, это совсем просто. Значит, если два вектора, значит, ну, понятно, да, так скажем. Замкнутое очевидно. H1 плюс H2, умножить на V, раскрывая, тогда получим 0. Ну, и все свойства, включая замкнутое, то есть тоже проверяйте. Если у нас имеется какая-то последовательность и есть предельная точка, то эта предельная точка, конечно, ему уже принадлежит. Просто по непрерывности проблем я ему доказываю, если быть честным, ему можно доказать непрерывность скалярного произведения. Это тоже полезное упражнение, упражнение непрерывность скалярного произведения. У меня уже совсем не буду подробно, иначе это будет просто превратиться в такой длинный-длинный вопрос в системе. Ответвление. Ну, это мое хорошее упражнение только показать, что скалярное произведение как функции двух перемен непрерывных. Вот так. а утверждение состоит в очереди, значит, некоторое, не теоремое утверждение. Такое, что для каждого вектора R и R из R и R из H существует единственно векторы, значит, такие. Значит, пусть, в принципе, пусть дано R и L с плюсом его ортогональная дополнительность. Существует единственная V из H и R из H ортогональная вот такие, что R есть A плюс V. Теорема теорема ортогональному разложению. Ну, отлично, и так. Она тоже гидротумочная, но пока это все-таки не интереснее есть. минимальное. Ну, то есть все по там, чтобы дать прямую сумму да. Если есть L, то есть то всегда ну, это вот понятно, да? значит, вот как это плоскость, вот вся вектор R можно разложить на вектор A и вектор A. Ну, в конечномерном случае она так вот она и есть. Ну, вот. Давайте это попробуем доказать. Ну, больше подсказывать не надо, будет так трудиться. То есть я считаю, как часы. Посмотрите, если совсем глупый, тогда она, как это, будет подсказкой, да? Да, подсказкой, какого-то арифметического рода. Арифметического рода. Арифметического рода. Во-первых, надо там просто рассмотреть некоторые пары вектор для того, чтобы с аддитивностью. Там просто надо брать некоторые пары вектор. какие-то там x-z, y-z, вот такие вот штучки. А вот выносить постоянное множество придется слопотеть. Чуть-чуть. Ну, ну, хорошо. все-таки давайте проверим, как это получается. Так, мне больше ничего не надо? Нет, по-моему, ничего. Давайте сделаем следующее. Пусть у нас дан вектор r. Теперь нам бы найти вектор h. v у нас есть. v откуда берется? Вот это h. наш. Теперь давайте сделаем вот что. Обозначим из d вот что. r минус а, извините, точную нижнюю грань r минус v, скажем, в словной прибегает все v, вот тот который, а в словной бедный, а здесь квадрат. А внешне отрезательные числа, значит, как вещественные числа. Точная нижняя грань-то, конечно, есть, вопрос в том, чему она равна. Это самая точная нижняя грань. Ну, две возможности. Значит, что вы делаете? Я заставляю вектор v бегать со страшной силы по всему пространству, значит, вот а потом смотрю r минус v и беру квадрат длины и смотрю, когда эта длина достигает, я ничего не знаю, точная нижняя грань, конечно, есть. Вот эта точная нижняя грань, я ее обозначил и вот значит теперь какие возможности d равно нулю а я квадрат или просто одно чтобы просто не путаться вам обозначить потом у меня будет d в квадрат давайте я сотру квадрат а просто длину возьму все равно конечно вот тогда что не путаться в квадрат не знаю как будет d равно нулю в случае если d равно нулю это что значит по сути точной мере у нас существуют методы последовательных военных которые взяты из л такая что то вот это самое r минус v n стремится к нулю вот это да то в силу замкнутости замкнутости нашего подпространства да значит это точ это ноль точнее какая-то последовательность такая что по этой последовательности я получаю в конце концов ну точную миссию предель я не сказал что последовательность военная куда-то сходится я имею ввиду что последовательность вот этих чисел стремится к ноль но если она стремится к ноль пространства и в этом случае r как раз является этой самой предельной точкой значит в этом случае в этом случае в этом случае силу замкнутости получаем что r предельная точка ну она так это предельная точка прямо таки принадлежит ну и разложение понятно это значит ноль плюс r который он просто принадлежит просто r ну показал что он просто лежит вот здесь вот и все больше тут ничего гораздо более интереснее в первом случае второй если тогда мы просто случайно попали прямо в само пространство а второй случай такой что d больше нуля если d больше нуля то тоже существует потребность вредна такая что вот вот эта разность r минус vn стремится уже куда где это точная нижняя игра сама какая есть такая есть они там где-то месяца по всему пространству но по всему полу пространству может быть у них никакого предела и нет конечно это не так пределы у них все-таки есть для этого рассмотрим у n равное r минус vn и u m равное r минус vn и для вот этих векторов напишем равенство параллелограмм а равенство параллелограмм будет выглядеть так значит что я должен сделать 2 u n в квадрате плюс 2 u n в квадрате что я могу сказать значит вот это равное ведь это что такое это вот квадрат по такой разности и квадрат такой разности каждая такая разность точная нижняя грани d значит я могу утверждать что же что вот это выражение что про него известно что это заветомо ну что больше или равно чего же 4 d2 правда если каждая разность это каждая разность это ну так сказать точная или лишняя грань всех разностей. Значит, это, во всяком случае, про них известно, что это самая, так сказать, какая для них есть оценка? 4d квадрат. А с другой стороны, это есть вот что такое. Я могу написать следующее. Значит, здесь я должен написать сумму и разность. Если возьму разность, то здесь у меня будет vn минус vn квадрат. А вот если сумму, так я ее напишу так. Значит, это у меня будет что? r, то такие будет 2r, да? И прибавить, ну вот так, если сумму 2r, вычесть vn и vr. Ну ладно, давайте напишем. Теперь vn минус vn квадрат. 4r минус vn квадрат. Ну, 4 потому что тут квадрат. теперь давайте посмотрим, что происходит. Что про эту последовательность можно сказать? Значит, ведь vn и vn устроены так... Да, их только здесь плюсик, конечно. Значит, они у нас откуда? Из их. Значит, все вот это тоже принадлежит им. Правильно? Ну, конечно, это под пространство. Просто потому что это под пространство. Теперь, что я могу сказать вот про это? Я могу сказать только, что это вот такая разность и вот такая. Значит, это у меня что же? 4d квадрат. Правильно? Значит, вот это 4d квадрат. Из-за квадрата и то, что это больше. Значит, это все больше равно 4d квадрат. Правильно? Вот здесь, что я могу сказать, что это тоже 4d квадрат. Оценка такая, больше равна 4d квадрат. Вот это. Значит, если я перейду в точные нижние грани под схемой, я, значит, теперь хочу m и n устремить к бесконечности. Они у меня... Давайте... Значит, сами, vn и u, m, они предела не имеют. Вот предел вот такой числовой последовательности... Как эта последовательность выбрана? Эта последовательность выбрана так, что вот эта разность стремится к d. Правильно? Значит, если я... m и n устремляю к бесконечности, то вот это все стремится к 4d квадрату. Нехорошо сказать. Значит, я вот перейду в предел, и тогда вот это в предел. Вот это точно. Потому что это есть вот эта разность и вот эта разность. А вот эта оценка у меня какая? Это больше не равно вместе с 4d квадрата. Это просто оценка. Здесь я не могу переходить в предел. Вот я вот здесь могу переходить в предел. Потому что рядом есть вот эта. Значит, там у меня получается 4d квадрат, а там больше равен 4d квадрат. Значит, у меня что же получилось? Что вот чему равен предел вот этого выражения? Значит, у другого ничего не остается, как устрелиться к 0. А это значит, в свою очередь, что последность военная имлементальная. Ну, мы с вами живем в полном пространстве. Мы с самого начала сказали, что наша дивердевая пространство – это полная пространство. Значит, существует предел. И это есть нефть на В. Что можно сказать про права угла В? Ну, В из А, конечно, раз оно полная пространство. Но оно еще и из Э. Потому что есть замкнутые. Замкнутые соединены в предельных переходах, а содержатся в своей предельной точке. Значит, выиграем. Значит, мы можем объяснить, что такое H. Объявим теперь, что H – это . Ну, и тем самым H есть как раз H плюс V. Единственное, за что осталось побороться, за то, что H из L с перпендикуляром. Значит, показано, что H из аркедонального дополнения. Что для этого надо сделать? Ну, такой искусственный, что ли, прием какого-то. Рассмотрим. Призвольный, это углевый язык. И вот такой элемент. Скажем, V минус TALW. Да. Где-то у нас вещественное число. И тогда это тоже язык. Вот. А теперь сделаем вот что. Напишем следующую... Ну, это, так сказать, некоторая подводка, конечно, в смысле, что... Почему так? Ну... Так. Значит, напишем теперь... R минус V минус TALW. Сколько это будет? Ну, давайте посчитаем. Значит, R минус V. Это A. А здесь плюс TALW. Что я могу сказать? Поскольку это вот элемент из L, то разница между R и каким угодно элементом из L, какая-то, как разница. Он договорит здесь квадрат, значит, R равно D квадрат. Какой-то элемент из L. Ну, он оказался равным вот с чего. Ну, а теперь просто честно написано. Значит, это... Подводим в квадрат. Квадрат норма H плюс... Что здесь будет? 2 TALW плюс TALW квадрат. Но... Это такой H. А давайте вспомним. Откуда взялся H? H взялся как R минус V. А R минус V это кто такой? Понимаете? Это когда раз D. Значит, дело, что у нас стоит 2 T квадрата. Ну, тогда вот этот T квадрат и этот T квадрат будут сопротив. У нас получается следующее. TAL квадрат. Дубль V в квадрате. Плюс 2 TAL A дубль V. И все это успешно всегда больше и равно нулю. Ну, это... Старший кэффициент у нас не отрицательный. А... Что можно сказать... А, да, ну... Мы уже, по-моему, делали такое рассуждение. Значит, это что же такое? Такая парабола, да? Которая проходит через начало координат. Либо вот такая, да? Веточками кверху. Но она не такой, не такой быть не может, потому что она всегда не отрицательная. Значит, у нее единственная возможность, вот такой парабола, вот с веточками кверху, и у нее не может быть, значит, отрицательных участков, потому что здесь больше равно нулю. Значит, она вот такая. Ну, раз она такая, тогда что можно сказать? Что отрицательный акцент равен нулю. Ну, значит, что же получилось? А, W, B равно нулю. А W, это кто? Произвольный из A. Значит, вот и получилось, что А к ортогональному произвольному элементу из A. Значит, ничего не остается, что А из ортогонального добавления. Все, мы получили, что имеется вот такое ортогональное разложение. Правда, пока нет единственности. Мы единственно сейчас получим. Что, во-первых, такое разложение есть, а во-вторых, оно единственное. Единственность. Ну, пусть R это есть V1 плюс H1 и одновременно есть V2 плюс H2. Ну, отсюда что получается? Что V1 минус V2 равняется H2 минус H1. Ну, и тем самым что же? Это из L, а это из L ортогона. Ну, какой элемент может быть общий элемент? Какой элемент может быть такими декориарным самым усилием? Ну, только и может. У них нет. Просто по основной соответствующей ко всем скалярному произведению. Ну, все. Нужна еще подсказка? Нет? Посмотрите. Хорошо. Нет. Если зависли, то интересно, когда в сути есть продвижение. Понимаете? Интерес есть тогда, когда есть хотя бы внимание продвижения вперед. Если зависли, то это очень как-то грустно становится. А если производно и положительно в смысле продвижения, то уже что-то есть. 24. Вот. Это, я сказал, это не убойте теорем. Многие мысли, что эти метры усиливают. Хуже всего выносится постоянный множество. Это что значит хуже? Понятенец всего. Вот. Так вот, это нам было нужно для чего? Для того, чтобы показать теорию Муриса. Пусть у нас имеется гильбертовом пространстве. Значит, пока никакой не считается. Ничего нет. Просто был гильбертовом пространстве. Пусть гильбертовом пространстве А задан линейный. Ограниченный функционал. Ну, вот, значит, тем самым отображает куда А числа. У нас все на поле вещественных чисел сейчас. А поскольку мы работаем в пространстве гильбертовом, там уж и нормы нет, поэтому слово ограниченность имеет смысл. Потому что всякий функционал бывает. Например, если он задан на топологическом пространстве, то про непрерывность все можно говорить, а про ограниченность это еще что такое ограниченный функционал? Это значит его, ну, можно одно из, одно из определений множества, что он должен быть ограничен где-то в линейной сфере. Если есть сфера, это означает, что у вас есть какое-нибудь расстояние, правда? В линейной 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 шаре. Что такое ограниченное? Так я на всякий случай наполею. Потому что вообще-то у линейных функционалов это не есть ограниченная функция в какой-то там на плоскости. Ах плюс гильбертов. Такая функция в ней ограничена на плоскости. Но как функционал она, конечно, ограничена, потому что на единичном круге значения этой функции ограничены. Ну вот, но тогда есть единичный круг или единичный шар. А если мы следим к топологическому пространству, то можно говорить о непрерывности, но с ограниченностью тут еще несколько вопросов. Там, где есть нормы, там все равно. Из ограниченности непрерывности, из непрерывности ограниченности. Ну смотря где функционал. Это так, в воспоминаниях прошлого курса, где у нас были как раз функционалы, да, в логическом пространстве. Поэтому мы говорили, что они непрерывны, но основа ограниченности в этом случае. Вот. Поэтому, но это вот все в порядке. Это линейный ограниченный функционал. А теперь, значит, утверждается следующее, что для каждого линейного ограниченного функционала владели существует такой некоторый элемент, какой-то, так сказать, вот H, такой, что для каждого R будет L, от R есть скалярное произведение R на Z. Вообще общий линейный функционал на разных пространствах он разный. Но вот на Вильбардовом пространстве он вот такой. Это просто скалярное произведение. Я думаю, что телец будет предстоять билиннее пациентам, не общий. Ну вот, ну давайте так. Опять-таки это классический результат. Ну, все-таки так. Я надеюсь, что, ну, по крайней мере, со следующим разом, мы можем идти с этого, если успеем, и со следующим мы покинем классический курс функционального анализа и, так сказать, перейдем уже к нашим вопросам непосредственным, к нашим более близким нашему курсу вещам. Вот. Значит, ну как такой элемент этот нулю будет идти? А вот как. Значит, рассмотрим, значит, множество нулей. Значит, множество таких элементов В, таких, что n от В, равно нулю. Это, конечно же, пространство. Ну, понятно, что сумма двух таких принадлежит. Если множество число, в силу линейности функционал тоже сюда принадлежит. А вот насчет замкнутостей, это вытекает из того, что наш линейный функционал непрерывный. Но он ограниченный, стал быть непрерывным. Поэтому это действительно подпространство. Теперь подпространство. Вот в этом месте, кстати, используется ограниченность линейного функционала, чтобы это было замкнутое множество. Вот так. А теперь покажу, что оно доросмотрим отогональное дополнение. Вот к таку. Покажу, что в общем случае, конечно, отогональное дополнение, ну, какое-то. В этом случае, если оно дополнение к множеству людей, то оно одномерно. Проверяется. В общем, в самой, может быть, и бесконечно мерно это подразумевать, сколько хочешь. В отеле ортогональное одномерно. Значит, пусть H1 и H2 принадлежат ортогональное дополнение. Ну, пусть. Ну, опять рассмотрим. Вот такой элемент. L от A1 умноженное на H2 минус L от A2 умноженное на H1. Значит, это какие-то числа, это коэффициенты. Значит, все это вместе успешно от этого пространства, это тоже приближает ортогональному дополнению. С другой стороны рассмотрим L O. L A1, A2 минус L A2, A1. Ну, это же числовой множитель. Здесь тоже числовой множитель. Мы поймем за знак, выносится за знак L вот здесь и за знак L вот здесь. Ну, и что оказывается? Оказывается, что L от A1 на L от A2 минус L от A2 на L от A1. Ну, а тогда отсюда следует, что L от A1 на H2 минус L от A2 на H1. Ведь все те элементы, для которых наш функционал обращается вновь, они принадлежат L. Ну, просто L это как раз все те объекты, ну, вот скажем, если бы я иду А2 в В, так это, что же, это должно тогда было бы принадлежать L. Но мы по, так сказать, построению это принадлежит ортогональному дополнению. Мы взяли линейную комбинацию любых двух элементов из ортогонального дополнения. Какую за линейную комбинацию вот с такими коэффициентами. Ну, давайте назовем. Вот это вот валюта. Применили наш функционал. И получили в ответе 0. Ну, значит, этот самый W, все такие элементы, они сидят вы. Значит, мы получили что? С одной стороны это линейная комбинация отсюда, с другой стороны она же из исходного пространства. Такой элемент только 1. Перпендикулярный сам себе мог быть только 0. Это все у нас, опять-таки, невырожденности. Ну, следовательно, L от H1 на H2 минус L от H2 на H1 равно 0. Но это означает, что они линейные зависимы. Нашла такая линейная комбинация с коэффициентами, вообще говоря, отличными с нуля. А почему они отличны с нуля? Потому что, если бы L от H1 и L от H2 были бы нулями, то тогда H1 и H2 опять родились бы вы. Правда же? Мы все их туда собрали, мы взяли их дополнительно. Значит, вообще говоря, они нули. Значит, их линейные комбинации с ненулевыми коэффициентами — 0. Значит, они линейно зависимы. Значит, любые два элемента, любые два линейно зависимы. Отсюда вывод, что размерность ортогонального дополнения равна единице. Раз любые два линейно зависимы. Очень хорошо. Теперь сделаем бодрство. Ну, раз она равна единице. Значит, любой элемент. Можно представить, надо взять элемент единичной длины. Значит, пусть E принадлежит ортогональному дополнению. И номер E равна единице. Тогда любой H можно записать в виде равна Е. Воспользуемся теорема об ортогональном предложении. И запишем произвольный вектор R уже из H. Увидим. В плюс H. Где V вот из этого и есть. А H будет теперь по-догональному дополнению. Вот. Теперь что можем сказать? Давайте сделаем вот что. Во-первых, мне надо будет взять функционал от такого. R я хочу. В конце концов, чтобы значение функционала равнялось там, ну, чему-то такое. А с другой стороны я хочу сделать вот что. Давайте я вот это R умножу на вот этот вот на H. Это же можно так сделать на лямду Е. Значит, рассмотрим R на H. То же самое R на лямду Е. Тогда это что такое будет? Тогда это что такое будет? Это будет вот что. Лямда R, V. Плюс. Сейчас, нехорошо сделать. Сейчас, извините. Давайте R умножим в рост. Не на H, а на Е умножить. Смех. Да что ж смех. Значит, R на Е это вот что такое будет. Это будет, во-первых, V на Е. Но V на Е это что такое? Ну, Е из вот отсюда, а V из H. Значит, это и номер. Плюс. А плюс, значит, H на Е. А H у меня вот такое. Значит, это что ж такое будет? Это будет лямда Е умноженное на G. А его длина единицы, значит, просто лямда. А теперь возьмем значение функционального, например. Теперь у нас вот такое. Значит, это у меня будет L от V плюс H. Ну, L от V. Понятное дело 0. Плюс. А L от H. А кто такое L от H? А H у меня лямда Е. Значит, это L от лямда Е. Значи получается L от V или Акьен. А? Да-да-да, мы говорили, что он говорит пораньше. Да-да-да. Я доказал гелеменов. Заказали гелеменов? Да, ну хорошо. В следующий раз сразу вам расскажут. Да? И производственные множители можно наносить, да, Ольга? Ну, производственные множители в тени ОТС доказать, вот, Я бы сложил предельные переходы. На самом деле, сначала для целых, потом для рациональных, а потом уже предельным переходом. Для целых можно положить именно так и делать. Просто сходу это всё-таки не очевидно. Это для целых, потом так, а потом так. Это лямб. Ну, давай мы закончим, кстати, вот это доказательство. Так, хорошо. Значит, лямб на L от Е. А кто такое лямб? Лямб мы с вами выяснили. Вот кто такой. Это и есть РЕ в итоге. Значит, получилось РЕ на L от Е. В этих скалярном произведении, значит, у меня получилось R скалярно на L от Е, L от Е на Е. Ну, так это что такое? Будем считать, что это и есть искомый z плюс. Потому что значение функционала на произвольном векторе есть скалярное произведение вектора R на некоторый фиксированный вектор. Вот такой. Объявим его. Вот он, тот, за кем мы огоним. Вот это он и будет. Ну, потому что вот так получилось. Надо только проверить, что он единственный. Ну, это мы... Что другого такого нет. Что там существует, и притом единственный элемент, что вот получается скалярное произведение. Ну, а как это проверить? Ну, кстати. Ну, пути два. Сейчас проверим. Значит, это помогает по определителю. Пусть существует z нулевое такое, и z нулевое было такое. Такие, что и от R, это и есть R на z нулевое скрытие, и оно же R на z нулевое скрытие. Ну, так случилось, что у нас и два. Ну, тогда, конечно, надо рассмотреть разность. И получается, что, когда отсюда следует, что R для любого R, например, и прочее, а z нулевое скрытие минус z нулевое скрытие – это 0. Ну, просто мы читали из одного друга. Так это для любого R. В частности, и вот для такого то z нулевое скрытие минус z нулевое скрытие минус z нулевое скрытие – это тоже одно 0. Ну, а нулевым-то может быть только… Понятно. Разведение вектора самого на себя может быть нулевым, только если он 0. Ну, и стало быть – это 0. Но раз только одно равно другому. То есть, действительно, такой элемент существует, и притом только один. Давайте в каком-нибудь примитивном случае найдем явный вид. Впрочем, это очевидная такая вещь. Но иногда, когда ты смотришь какой-нибудь примитивный пример, то… То есть, как бы вот эту схему доказательства или сам результат рассмотрен в каком-нибудь очень простом случае. Примерно. Просто для иллюстрации. Ну, скажем, вот на плоскости. Что такое имение функционал на двумерном пространстве? Ну, это вот что такое. Это есть, значит, значения такие. Это есть ax плюс dx. Вот такая функция. Просто линейная функция. Линейный функционал в данном случае – это просто линейная функция. Вот так. Теперь, что предписывается делать? Так сказать, полагаем по определению. Эй, а где он? Ну, кто такой е? Е – это единичный вектор из одномерного перпендикулярного подпространства. Но перпендикулярного кому? Е – то, да. Значит, ну, давайте подумаем. Значит, это… Мы должны рассмотреть вектор… Значит, во-первых, мы должны рассмотреть alx плюс v и вектор равно 0, да? Ну, а если бы ещё здесь была третья координата, ну, тогда бы ещё третья координата. Ну, тогда это вообще-то это плоскость в данном случае получается, да? Ну, а в данном случае просто прямая. Кто ей перпендикулярный? Ну, вектор с координатами a и b. Полагаетное дело. Нормальный вектор, как в аналитической геометрии. А нам надо взять единичный вектор нормальный вот такому подпространству. Как же это будет? Значит, сам вектор a и b, а чтобы сделать единичный, мы находим квадратный из a квадрат плюс b квадратный. Вот он не имеет. Ну, вот скобочки это не намекает на столярное произведение. Надо его в столе написать. Что этим надо делать? А надо вот, что написано, взять l от e. Что такое будет l от e? А правило у нас такое. Это вот, что такое. Значит, функционал берется как? Берется a, а где стоит первая координата b и вторая координата. Правда? Ну, значит, это будет вот, что такое. a квадрат, наполненный за квадрат и b квадрат. Значит, это я просто воспроизвожу по физических кусок доказательства, но на этом простом примере. Хотя ответ очевиден с самого начала. Но если так сложить, то получится, конечно, все. в корень из 2 квадрат и из 2 квадрат. Ну и что дальше? А дальше будет писано взять вот это число умножить вот на это и это. Ну понятно, что формы сокращаются. Значит, l от e умноженное на e это вектор с координатами a и b. Ну здесь и стоит скалярное произведение координат x, y на a и b. То оно и написано. Это просто и есть скалярное произведение. Так что мы как бы ничего нового не обнаружили, но просто вот этот весь механизм на таком простом примере вот он так и подключился. Что линейный функционал это, конечно же, скалярное произведение. Вектор с координатами a и b, вот он. На x, y это координаты вектора r. Ну вот оно, так оно и лучше. Так оно и должно быть. Хорошо. Значит, вот, я повторяю, поскольку такой продолжение этой теории, фактически об общем виде бильный функционал, то я вопрос воспроизвел на хозяйстве теории Мелисы. Так, теперь дальнейшее. Я, как всегда, значит, замечаю строение. Дальнейшее вот какое. Ну, полный рассказ это всё-таки заодно. Сегодня я не успею. Значит, у нас есть некоторый оператор, который будет действовать в некотором диплом пространстве. Но вообще говоря не на всём, а на некоторой области определения, движащих а. И он отображает это, значит, это же оператор, он отображает это в а. Про оператор мы будем требовать, чтобы он был симметричным. И дальше два варианта у нас будет. С на У или СВ на В, как угодно. Больше равно 0. И для любого СВ на В больше равно некоторой константы, умноженной на ВВ квадрат. Ну, ясно, что это более сильное требование, конечно. Это просто не отрицательность, а это константа одинаковая для всех В. Это более сильное требование. Ясно, что из того, что справа утекает то, что слева, но не наоборот. Далее будет вот что, следующий, так сказать, следующий ход такой. Я, наверное, в конем в прошлый раз говорил, что мы ведем новое скалярное произведение, связанное с заданным оператором. По этому новому скалярному произведению мы построим новое гильбертово пространство. Оно будет называть энергетическим пространством, связанным с оператором С. Вот здесь и вот здесь. Вот в этом случае это гильбертово пространство энергетическое будет вложено в исходное. Это надо сильно упростить нам жизнь. А здесь вообще, я говорю, нет. Значит, там могут быть элементы, которые в исходном пространстве не содержатся. Ну, вот что делать. Но зато это более, так сказать, общий случай. Но это тоже еще надо поверить, почему так, хотя, в общем, уже можно, так сказать, понять, почему так. Ну, потому что если вот такое назвать скалярным произведением, то тогда нормой будет вот эта, энергетическая норма. А исходимость теплоэнергии будет вытекать, значит, если вот эта к нулю, то это доедет к нулю. Правда? Если вот единицу пока написать. Тогда исходимость теплоэнергии будет вытекать исходимость в основном в пространстве. А дальше мы наш функционал, мы свели задачу о решении уравнения вот такого. Задачи экстремного функционала. Вместо того, чтобы вот это, вот это, тебе показалось, что эти две задачи эквивалентны. Если есть минимум, то это решение, если есть решение, то это минимум. К сожалению, минимум такого функционала вообще, говоря, не достигается. Ну, да, так сказать, дыры есть. Не обязательно может достигаться минимум. Где? Вот вопрос просто, на каком бы новости. Это связано как раз с обсуждением, вот примеров, штрафов, всяких контрпримеров, то, о чём я говорил. Но, оказывается, дело всё в том, что S, мы же мысленно имеем в виду, что это всё-таки не абстрактные вещи, это, ну, так сказать, дифференциальный оператор. Дифференциальный оператор определён был на главной функции, раз он дифференциальный. А мы теперь расширим область, вот как расширим? Мы расширим область определения, это не совсем понятно, потому что здесь же это дифференциальный оператор. Так сказать, формально просто влядь сюда расширить нельзя. Но вот с помощью некоторой хитрости можно, и мы будем рассматривать функционал на энергетическом пространстве, который есть, который шире, чем вот эта область. Потому что это пополнение, конечно, пополнение вот этого старого области определения, но не по обычной норме, а по энергетической норме. Тогда мы получим некоторый функционал на энергетическом пространстве. И мы докажем, что тогда этот функционал всегда достигает минимального значения. Единственная неприятность может состоять в том, что это же будет пополнение того же множества, но по энергетической норме. А вдруг этот минимум достигает на элементы пополнения? И так оно может быть. Мы помним с вами из пункта первого, что пополнение состоит из класса с эффективно фундаментальных последований. Что такое пополнение, не надо забывать. Ну и в этом смысле это будет обобщенное решение. Ну вот в каком смысле. В каком смысле оно уже творяет исходному дифференциальному уравнению? Есть ли у него какие-то производные? Ну, наверное, есть, но тоже какие-то обобщенные производные. Ну и как его найти практически, хотя бы приближенные? Что с этим делать? Если тем более мы найдем его приближенные, то в каком смысле оно будет приближать исходное решение? Ну, будет приближать, но к энергетической норме. Не в исходной. Ну, как они между собой связаны, ну, как чего. Ну, это вот как бы некоторое правило минимум на ближайшее, потому что… Ну, сейчас я уж не буду это так вместе шить. Мы как бы по Китая, ну, такой обычный профессиональный анализ, все-таки это уже менее рассказывает, в стандартных курсах. Это уже как бы вот применимо, так сказать, непосредственно. Ну, давно здесь всякие теоремы, они очень активно… И теоремы Хана Балаха здесь находят свое приложение, и теоремы Иса, и всякие другие хорошие теоремы, они здесь вполне себе участвуют во всем. Вот. Ну, давай. Спасибо. Добегёмся.